Два колеса, одна кнопка газа и одна ручка тормоза. Более комфортного способа передвижения по городу и не придумаешь. Однако не стоит забывать и о правилах безопасности. Рассказать о том, что такое электросамокат и как он работает, вызвался и Андрей Пепеляев, представитель фирмы Шеринга Самокатов. Как правильно пользоваться? С левой стороны у нас рукоятка, это тормоз. С правой стороны это ручка газа. Когда самокат арендовали, выбираем с подножки и чтобы на нем тронуться, необходимо оттолкнуться, когда-то к вам поедет. Вместе с представителем фирмы напомнить о правилах безопасности вызвались и сотрудники госавтоинспекции. Напомню, Пермский край стоит на втором месте по количеству аварий с участием электросамокатов, уступая только столице. Перед тем, как начать поездку по городу, нужно повторить основные правила. Запомнить, что недопустимо управление самокатом в состоянии опьянения, недопустимо кататься на велосипеде и на самокате, в том числе, двум и более пользователям. Один самокат, один пользователь. Одно из главных правил при использовании электросамоката – переходить дорогу исключительно пешком. Необходимо спешиться, ведь водители не всегда успевают увидеть и среагировать на перезвигающегося электросамокатчика. Общие правила езды на электросамокате для детей в России таковы. Во-первых, самокаты должны быть оснащены фарами и светоотражателями. Во-вторых, дети до 7 лет могут кататься исключительно в пешеходных зонах, как можно дальше от дорог с интенсивным движением. Если ребенку от 7 до 14 лет, то ему дополнительно можно ездить на электросамокате под тротуаром. Главное – не баловаться со скоростью, внимательно следить за путем движения и уважительно относиться к пешеходам. С правилами ознакомлены, теперь можно и прокатиться. Сегодня в парке попробовать себя в роли водителя компактного и быстрого самоката могли все желающие. Особое желание проявили воспитанники велосекции центра «Каскад». А что горожане думают об этом инновационном способе передвижения по городу, а главное – считают ли его безопасным? Это узнавала моя коллега Карина Волошина. Не «Мерседес», конечно, но разгоняется быстро. Два колеса, руль и никакой дополнительной защиты. А как же березняковцы относятся к такому улетному транспорту – узнаем прямо сейчас. Ну, это удобный способ перемещения. Удобно молодежи, какое-то развлечение, приехать, доехать, куда-то быстрее добраться. Не знаю, потому что опасные они очень сильно. Не знаю даже, ни положительных, ни отрицательных. Электросамокатом прикольно, кому-то вообще нравится. Шел, устал, раз, добрался. Знаю, где они ездят. У них же нет специальной дороги. Нет. По тротуару тоже нельзя пешеходу будет сбивать, правильно? А по дорогам тем более нельзя. Тем более у нас город-то маленький. Сейчас дочка вот хожу, как бы, мне, конечно, опасается, что они, как бы, это катаются, как говорится, без тормозов. Не совсем это устраивает. У нас не такая большая территория, березняка, где можно, как бы, разогнаться и вовремя остановиться. Это хорошее средство передвижения? Ну, экологично до кучи. Самокаты здесь только ради развлечения, вот, потому что если брать большие города, то там они как средство передвижения, а у нас они просто ради развлечения и все. Ну, идея хорошая, что есть вот самокаты, которые можно просто стоять на улице, можно взять, подойти в свободном доступе, оплатить с карты и покататься. Но главное, чтобы жители города относились к этому хорошо.